В этом месяце было зарегистрировано рекордное количество пустующих контейнерных кораблей. Ян, для начала расскажите нам о последних открытиях конференции ООН по торговле и развитию. Одна из новостей, которая мне кажется наиболее интересной, заключается в том, что, согласно нашим оценкам, впервые был зафиксирован объём торговли по морю в размере 10 миллиардов тонн. Это очень хорошая цифра. Эта цифра будет более понятна, если представить её в таком виде. Это означает, что по морю перевозят 100 килограмм груза на каждого жителя Земли в месяц, то есть на каждого жителя Китая или Индии, на взрослого или ребёнка. Это достаточно большой объём торговли и очень хорошая цифра. Если говорить об аналитической стороне вопроса, то этот обзор, несомненно, ещё раз подчеркнул перенасыщение этой сферы бизнеса. Объём предложения в этой сфере, то есть размер флота, действительно увеличивался медленнее, чем в предыдущие годы, в частности, с 2009 года. Но при этом рост спроса был ещё меньше. Потому мы вполне можем говорить о перенасыщении этого рынка и об избыточных объёмах предложения. Баланс спроса и предложения и довольно высокие фрактовые ставки – это второй важный момент вышеупомянутого обзора. И третий момент касается возможностей и проблем для развивающихся стран. Мы считаем, что все страны, в том числе развивающиеся, больше не концентрируются на статусе морской или неморской страны. Это историческая категория, которая со временем утратила значимость. Например, я из Германии. И в нашей стране издавна были свои судовладельцы. Они владели флагманскими кораблями, которые были построены в Германии, застрахованы в Германии и так далее. А сейчас страны, как правило, специализируются на каком-то одном секторе. Сейчас мы хотим оценить, какие страны специализируются на определённых секторах. На мой взгляд, это очень интересная тенденция. Ещё 20-30 лет назад страны делились на морские и неморские. А сейчас мы оцениваем различные аспекты бизнеса в морском секторе. Сейчас кризис морских перевозок. Какие существуют проблемы и интересные возможности в связи с кризисом? В течение последних 10 лет мы видим чёткую тенденцию к увеличению размера судов. Происходит постоянная экспансия в контексте размера судов и их общей вместимости. В период экспансии каждый индивидуальный перевозчик старается сократить стоимость перевозки, покупая более вместительные, энергоэффективные и экономичные корабли. Но старые корабли также остаются на рынке. Они ещё слишком молодые для того, чтобы превратиться в металлолом. И отсюда постоянная тенденция к увеличению предложения на рынке. Все расширяются. В целом фрахтовые ставки на рынке постепенно снижаются. Есть ещё две проблемы, которые связаны с таким трендом. Как мы знаем, низкие фрахтовые ставки привели к банкротству компании «Энджин». Мы проводили анализ этого рынка как раз до банкротства этой компании. И, кстати, мы оказались правы. Надо было нам публиковать результаты нашего анализа немного раньше. Конечно, снижение ставок – это плохая новость для транспортных компаний, но это и минус для портов. Судоходные компании могут сэкономить, купить более новые и эффективные корабли и так далее. А вот порт сэкономить не может. Он должен всё так же обслуживать краны и предоставлять налаженную инфраструктуру. А это стоит определённых денег и не гарантирует увеличение объёмов торговли. Ещё один момент, который имеет значение в частности для нас, заключается в том, что самые маленькие развивающиеся страны всё чаще сталкиваются с ситуацией олигополии на рынке. На рынке происходит процесс концентрации. Корабли становится всё больше, а это означает, что компаний на рынке становится меньше. Постоянно происходит слияние, объединение, а некоторые компании просто закрываются. В небольшой стране, где раньше было три провайдера подобных услуг, сейчас, скорее всего, осталось два или вообще один. В таком случае клиенты сталкиваются с олигополией на рынке. Это одна из ключевых проблем. Вы также спрашивали о возможностях. На данный момент мы видим несколько возможностей на этом рынке. Как я уже говорил, сейчас нет разделения на морские и неморские страны. Иногда небольшие и бедные страны могут занять определённую нишу. Например, филиппинские паромы, порт Дубаи и корабельный металлолом в Бангладеш. Каждая страна может найти свою область. Это одна из возможностей. С увеличением размера кораблей, с формированием крупных торговых сетей и альянсов существует тенденция к транзитной перевозке грузов. Страны, которые могут похвастаться выгодным расположением, такие как Панама, Шри-Ланка, Сингапур, могут стать важными портовыми городами для транзитных перевозок. И последний вопрос. Что будет с морскими перевозками в долгосрочной перспективе? Существует проблема, которая актуальна не только для морских перевозок, но и для торговой сферы в целом. Она заключается в том, что уже пятый год подряд объёмы торгов увеличиваются медленнее, чем уровень ВВП. Ранее мы видели что-то подобное на протяжении максимум двух-трёх лет, со времён Второй мировой войны. И возникает закономерный вопрос. Что же происходит? Причём его задаёт не только конференция ООН по торговле и развитию, но и все люди, Всемирный банк и Всемирная торговая организация. Это циклический фактор. Или же мы видим фундаментальное изменение в торговой сфере в связи с техническим прогрессом, появлением 3D-печати и электронной торговли. Мы точно не знаем, в чём причина. Но тот факт, что объёмы торгов увеличиваются медленнее, чем уровень ВВП, может изменить долгосрочные перспективы торговой сферы. Хотя сейчас заказы на изготовление новых контейнерных кораблей едва превышают 20 тысяч, если в будущем мы будем наблюдать экспансию в этом секторе, то есть новые корабли будут больше, чем текущие, то мы будем и дальше наблюдать избыток производительности в этой сфере, в этом месяце, который не попал в последний отчёт. Но, тем не менее, в этом месяце было зарегистрировано рекордное количество пустующих контейнерных кораблей. Как раз на этом фото мы видим пример пустующего контейнерного корабля. Раньше не было столько неиспользованной производительности, а это, в свою очередь, оказывает постоянное нисходящее давление на фрактовые ставки. Ян, спасибо, что пришли к нам в студию. Приятно было пообщаться с вами. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Если вас заинтересовали интервью о морских перевозках, заходите на наш канал.